и всем привет продолжаем прохождение андерел экспедишн вернулся и на базу ссг пришли мы куинтону дабы поговорить об этих странных существах пещере вот спросить существа которые сейчас доставят больше большие неприятности на литийный может быть он что-то знает на литийный конечно конечно вы можете писать мне этих существ там появилась появились крайне агрессивные четвероногие твари которые легко узнать по каменным панцирем с металлическим лезвиями прочащими со спины не знает он но звучит интересно если бы вы смогли принести мне часть существа или живую особь конечно конечно мы как раз захватить для этого так каменное существо оставим а вот еще подробности мы расскажем что там появились 4 череподобные твари дрели да 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 давайте отдадим ему эту клетку скажем что пусть не беспокоится мы его все равно голыми руками схватили подождем пока он там пройдете свои эксперименты над этим существом все он рассказываю сейчас что вы еще провел над этим существом экспертизу возвращает нам лет куда а а вот еще один тест хочет сделать надо не буду все дочитать выглядит довольными так что вы узнали во первых я еще не препарировал существо я бы не посмел и посоветовавшись с вами но я уже могу сказать пару вещей головы по видимо действительно используется для бурения хотя я очевидно сам не мог видеть их действий сочетание уникальная форма голову и необычная мощная мускулатура заставляет меня предположить что она использует процессе все свое тело возможно скажем она вращается короткими рывками а может быть сворачивается как пружина затем высвобождает энергию я просто предполагаю но факт в том что его голова очень очень прочна я сомневаюсь что ему не составит больших проблем пробуриться пробуриться через твердые материалы что касается остального тела существа то она сегментированы имеет очень толстую кожу покрытую каким-то очень мягкими легким чешуйками или по крайней мере чем-то похожи на них как у змей это вероятно помогает им двигаться и возможно удерживать влагу позже также также очень чувствительное что имеет смысл для существ ограничено способах получать информацию об окружающей среде есть еще несколько деталей но они незначительные и не интересны я выполнил только быстрый поверхностный осмотр мне нужно при парке препарировать это существо что больше рассказать вам объем анатомии однако я приберег самое интересное напоследок я решил сделать некоторые пси измерения за этим я уходил и все показатели зашкаливает должен сказать существо демонстрирует настолько сильный пти отпечаток что я уделен отсутствием у него защитных пси способностей однако этот отпечаток вероятно сложный я не боюсь признать что у меня возникли проблемы с его интерпретацией боюсь что такой анализ намного выше уровня моей компетенции но я абсолютно на сто процентов уверен что расшифровка этого пси отпечатка может не только помочь нам вам вашим за отсутствием лучшего слова вести но также проложит путь увлекательным научным открытием для тех из нас кого это волнует по крайней мере все еще очень интересное что касается пти отпечатка вы знаете кому я могу показать эту личинку эзера главный эксперт на ссг так что отнесите это существо лучше к нему хорошо отнесем эзере эзера у нас гибернетический лабораторий тусуется немножко нам опыта отсыпали между делом не могли бы вы заглянуть на это эзера смотрит намечущееся сильно разгневанное существо он фокусируется на нем в тишине и с каждым мгновением существо становится все более и более спокойным медленно но верно достигать состояния полного спокойства и неподвижности в котором его можно легко принять за мертвое а где вы нашли это существо в шахте литейной интересно если другие существа живущие среди или непосредственно близости от этих до существа с каменными панцирями утыканными металлическими лезвиями а больше там никого нет насколько мне известно вот она что еще одна адаптация все ясно вас почему почему вас так интересует эта тема и тены испытывают трудности с этими тварями поскольку они парализовали работы на их шахте настоящая проблема это зверь существо идентичны тому который я писал на значительно больше сильнее и гораздо злее до сих пор никто не нашел способа убить его существо имеет крепкую броню и практически неуязвимо и почти все все кто сражался с ним оплатился жизнью как вы хотите знать как его убить хорошо теперь я все понял и расскажу вам все что вам нужно знать существо которое вы принесли мне на самом деле является личинкой формы личиночной формой каменистых тварей которых вы рассказали ранее это может показаться странным да но это их личинки я сталкивался с ними в прошлом хотя и в иных формах тем не менее могу вам помочь найти уязвимость этой адаптации для этого вам придется принести мне какую-то часть взрослого существа для анализа постарайтесь достать кусочек панциря или лезвия со спины если сможете если нет то несите что удастся достать вот у меня как раз есть кусочек со спины именно лезвия панциря к сожалению мы не выбили прошлый раз давайте отдадим он берет образец подождем немного потом свои эксперименты проведет ну и он возвращается как я и подозревал обнаружили что-нибудь интересное не удалось проанализировать состав это не очищенные хромовые пластины я подчеркиваю что более чем на 90 процентов это действительно хром но это вы уже знали что же чего вы однако не знали это что оставшиеся 10 процентов отличает безвредных паразитов от ходячего апокалипсиса детей на экране не повезло в том что окружающие породы состоят из-за них из самых твердых минералов в природе ведь именно эти материалы образуют живую броню этих существ я говорю не только про их внешний панцирь нет их тела также стоят из этих металлов минералов хотя и в различных соотношений зависимость этого органов разумеется кроме сам по себе является довольно прочным металлом но сила его высокой термостойкости остальные материалы служат для противодействия механическому воздействию на организм похоже что у малых существ сопротивление может быть преодолено обычными средствами пусть и с трудом но в случае зверя я бы рекомендовал вам вернуться в литиную и сообщить им что лучшим выходом был бы подрыв и обрушение пещер где набитает и полный отказ от их использования но ведь это не вариант иначе у вас бы здесь не было счастью есть способ по моим расчетам а я принял во внимание все примерные составляющие элементы найдены внутри образца температура необходимо для расплавления оболочки этих существ должна составлять не менее 2500 градусов по цельсию по иронии судьбы учитывая что хром практически является строительным материалом этих существ это выглядит как самый реалистичный способ победить его поскольку влите на и вероятно должны быть кое-какие средства а происходящие такую высокую температуру будь то печь или что-то еще которые смогут расплавить хром и так похоже что мне нужен способ заманить зверя влите ну и убить его то вы можете что-нибудь помочь не части заманивания и что будет будет делать когда он окажется внутри литиной я не знаю пока вопрос в том что мне все равно нужно каким-то образом заманить зверя помните о том что я вам сказал минеральный состав его панциря делать я высокоустойчивым механического воздействия высоким температурам тем не менее уверен что вы сможете найти способ нагреть его до температуры выше двух с половиной тысяч градусов необходимо чтобы убить его из предыдущих исследований мне известно как эти существа общаются используя личиночную форму которую принесли мне я попробую создать устройство которое можно использовать что призвать существо в теории на давай делай это устройство мы пока подождем ну и вот он здесь от старайтесь не слишком беспокоить личинку внутри устройства она должна доставаться живой до того для того чтобы устройство функционировало должным образом так 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 насчет камин созданием так как насчет плазменного оружия за вы знаете не буду все это читать возможно сталкиваться с некоторыми исследованиям трудно вспомнить адам идем все репродуктор мы получили то это устройство необходимое нам чтобы выманить зверя вот она так выглядит нам надо необходимо рядом быть с дуговой печью сейчас любом случае мы идем литейную знаете что у нас с собой кстати можно выложить из инвентаря но много чего можно и нужно выложить пойдем сейчас живые помещения сначала сгоняем там 1500 опыта отсыпали между прочим так что мы здесь нас тротиловый заряд в колесе то штук много места занимает наверное один я думаю можно точно убрать но один оставим всякий случай что тут еще пластину эту промо не знаю нужна она не нужна так 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 больше целых инструментов брони у нас ничего нету вот броня есть не не воспринчить горению возможно я ее оставлю к себе мало ли нам возле печи там понадобится том чисто продадим сюда значит скинем инструменты вернее запасные части детали все такое верно нам не пригодится капканы я ставлю таурин уже скидываем много столько у нас теперь тут ключей насобиралась питательный нож в другое место скинем кстати оружие тоже надо бы с собой это все не таскать скидываем стоит и оставляя на всякий случай всегда фонаре не надо у нас есть другой не воспринчить горению это мы оставим вот как-то так много все равно веса занято еще страшного обручить тоже столяне немного весят опа экзотермическая аура кстати а это я подобрал еще когда мы евелин задание выполняли давай активируем вот она у нас появилась теперь а делать вас не с прием чем тепловому урону создает пламя вокруг вас и там где вы прошли 10 4 хода но на последнем ходу пламя возгорается не будет прикольно то есть можно вырубить ту ауру чинуть под себя просто это ли молотова и заниматься своими делами отправляемся обратно в литейную и посмотрим удаст ли нас весит выполнить без особых проблем или нет здесь сохранить на всякий случай что было куда возвращаться давай переезд литейный нам литейную довольно не дешево получается 25 хоронов каждый раз потому что нам там кое-что дают там 150 там а если учитывая сссг сколько нам дает денег это вообще мелочь за один квесток один раз и переехать можно идем сейчас когда кому нам прийти наверно можете сразу к шефу стоит доложиться сказать по поводу того что мы узнали кстати сейчас в этой локации есть один интересный персонажик я с ним пока еще вроде не общался пойдем пообщаемся нет нету ну нету таки нету он должен быть такой зелененький светящийся ну что-то его здесь нету может мне здесь ладно потом что сейчас поговорим давайте с мэром насчет существ в шахте я узнал больше о звере том как его победить я внимательно вас слушаю существо очень устойчиво как механического воздействия таких высокой температуре из того что мне стало известно наш лучший шанс шанс убедить это использовать экстремальный жар температура более двух с половиной тысяч градусов по цепсу должна быть достаточно чтобы растопить его раки на раковину и убить существо жар а я понимаю что пытаясь сказать вы хотите заманить существо на фабрику и попробовать облить его расплавленным металлом правильно я даже знаю как его туда заманить это будет рискованно тварь может прийти в буйство посреди литейной не говоря уже о том что мелкие тоже скорее всего последует за ней а да да именно это я хотел сказать и даже если вы каким-то образом заманите его ни одна из работающих печенье может произвести температуру такой величины кроме малых которые мы используем для выплавки хрома но эти просто слишком малы мэр делает глубокий вдох и успокаиваться послушайте я мы очень благодарны за вашу помощь действительно на план который вы предполагаете это просто слишком рискованно нам нужен другой способ понятно не прокатило да хорошо пойдем поговорим с самыми шахтерами этими главным шахтером и смещником не как там его зовут так ну где-то мы ходим что и идем в эти литейную шахты пойдем и там персонаж потерялся давай быстрее быстрее скорость на максим стоит все равно медленно ходит так вот литейная вот здесь уже шахты начинается нам нужно перезарядить щит давайте сразу это все сделаем сколько объем у нас объем небольшой 48 это заряжает на сотку да это по 30 но по 30 пойдет еще там со временем свой сделаем щиток а не было на это времени хочется играть выполнять квеста они всякой дополнительной заниматься вот маркос так но ничего нового не не появилось да и чего нового хорошо собан вообще говорит до свидания посмотрела на вики в общем получается нам надо кое-какой еще один дополнительный квестик сделать для этого квестика надо 60 электроники пока наши электроники нету будем этот квест выполнять позже сначала пойдем сейчас обратно к шефу я забыл с ним поговорить по поводу безликих он должен засчитать то что мы узнали что там происходит в этой пещере ну и тогда пойдем а заодно искать хьюго как бы хьюго нам должен рассказать где этот таинственный объект для безликих уже когда потом получим уровень параллельно до вернемся к выполнению заданием на литейной а вот найти шеф шеф я поразгая разговорил поговорил с безликими они ищут какую-то штуку которая много значит для них они мне не писали это выставишь что она очень необычная выглядит ну все он говорит что он скажет своим людям чтобы они там присмотрели сдают что стигистских монет принципе все еще особо такого не происходит значит нам пока надо по квесту к югу значит идти в общем я немного не под запись полазил нашел все-таки где находится она нам нужно сначала поговорить с анной а чтобы нам поговорить с ней нормально нужно 10 убеждений либо 10 запугивания ни того ни другого у нас нету поэтому одеваем балаклаву ботиночки все это из кожи мутантские собаки давайте поговорим вот у нас есть запугивание убеждения значит запугивание сработает он пришел сюда с кита людьми он сказал мне что это его друзья вот тут она рассказывает все это читать мне уже нет желание вот мы говорим что мы его найдем она нам сообщает что он куда-то на восток за литейный где-то на востоке находится в пещерах конечно же на веке все это прочитал более подробно потому что ведь квеста это просто отдельная прям головоломка некоторые квесты в андерелли не знаю может только для меня на всяком случае этот квест немного сводит меня с ума конечно кое-кто скажет прокачай убеждения не хочу пить убеждения хочу играть без убеждения чем идем сейчас выходим за литейную как и нам было сказано за литейную и на восток и пойдем слетим на восток и помню в диалоге там было указано или нет что именно в пещерах и наверно вряд ли ты быстрее всего на веке прочитал но тут какая девушка без веке не обойтись значит сейчас делаем давайте нормальную свои шмотки уже которые были изначально ну и идем идем на восток на восток и на восток ну и сюда я знаю что сюда надо пройти железноголовый тусуется значит так теперь возможно да можно капканы поставить что носить капкана кстати у нас немного я наверное буду использовать гранаты кстати чем на 100 у нас есть термодоническая дестабилизация так на два хода есть ты 5 можно можно попробовать кого-то сразу грохнуть давайте попробуем я не буду с ними разговаривать то что они потом говорят нам либо уйди там нападают все дела хотя можно тут немножко капканчиками замутить все таки здесь буду стоять интерес по не будут падать наверно не будут значит здесь вот я капкан то поставлю на всякий пожарный а с ядом краулера она не позволяет хотя бы обычный поставим тогда я бы обычный этих у нас никаких тут нету мин до мин что-то я не вижу наверное нету ну да ладно нету и нету так гранату сейчас наверно смысла кидать нету значит попробуем просто их сагрить нажимаем бой а грим да мы сможем убежать лично все ныкаемся ждем кто тоже в капкан залез и вот этот кто-то чип джой где-то там остальные еще ребятки статью джоя этому джоя гасили лишь можно у него повесить сейчас знать попробуем сколько кстати она расходует у нас немного расходует можно вешать без вопросов да повесили он прям горит гранату мы сможем попасть или нет гранаты попали но он пока еще будем сказать не подгорел да и все еще нет можно его глушить кто-то тоже попался а сейчас и забыл и включить щит это наша ошибка ну ладно сейчас начнем заново амиг довольно много чем этот немного не под запись уже попробовал проходить нас расставил ловушек осталось еще двое драу и джои попробуем а нет не двое трое зарядка вылез конечно они тем не менее сидят сейчас в капканах с одним дуппельгангер наш разберется я думаю а драу можно и немножко побить к примеру вот так вот и вот так вот все и ником сюда нам щит почти выбил все дуппельгангер закончился этот будет нет это тоже эти ловушки стоять не будет а здесь у нас есть один капкан возможно этот товарищ у него зайдет даже не знаю давайте сейчас 200 сколько 298 можно кинуть им туда гранатку лично сами мы заныкаемся сюда пусть они заходят падают ловушки мы кстати можем тем временем кто нет ним ничего не можем а щит восстановите время бой нельзя нужно им туда гранату кинуть такая себе затея подождем вот так вот они нам щит весь высадили значит остался драу остался я цик вот я бы я цико напугал это не вариант он очень стоит далеко да значит будем я цико просто гасить за стульками у нас назад еще есть назад можно не уйдем по идее она супер попробуем завалить не завалить лично драл в капкане это он от страха побежал и в капкан забежал отлично значит я цико пробуем бить отлично 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 драу сколько у него три раза в страхе и еще в капкане общем все идет хорошо у нас несмотря на такую камушку наверно моя тактика не понравится тем не менее она вполне устраивает все получается разобрались с этой компашкой нужно было заранее начинать запись но да ладно принцип понятен я думаю остальное как можно больше капканов и все значит здесь капканы стоят мы их вот с этих юга живой я сейчас сохранюсь к на попозже чуток соберем шок не на базу бегать ссг докупить капканов и всего такого спасибо что спасли меня и думал что мне уже конец мне нужно задать пару вопросов как вообще влезли в такие долги потому что я дурак вот так хороший ответ потому что тупой картежник который занял деньги у опасных людей блин я думал что моя полоса и невезение от вот должна закончиться и что я наконец выигрывает плачу им нет проблем ашлаг я был идиотом да идиот я занимал деньги не только у них азартные игры придумал сам черт черт вы слышали этого поехавшего который вещает про черта это какой-то ужасный бог или что-то в этом роде сумасшедшие вещи ему наверное сталактит свалился на голову хотя само слово черт звучит неплохо но я надеюсь что это послужит вам уроком имеющие вопросы у этих бандитов не было с собой чего-то необычного вы не заметили нет насколько я знаю хотя когда вы спросили вспомнил что у корнелла было что-то довольно интересное корнелл мой шлачный друг который сдал меня я цик у его банде он мусорщик мы вместе зарабатывали на жизнь старые времена но когда-то был их моим хорошим другом его деньги оказались важнее чем дружба блин мы даже немного выпили вместе он пообещал мне легкую работу который поможет мне заработать немного денег потом отвел меня прямо в лапы я цикан можете описать предмет конечно я вижу что вы его ищите так что я вам все про него расскажу потому что козел это заслужил лично да он держал что-то металлическом ящике это на выглядела как странный многогранник с каким-то странными символами довольно диковинно мне показалось мне удалось подглядеть вот как я знаю где могу найти я знаю что он обычно ошивается возле core city насколько я помню его банка называется кислотные охотники вы можете поспрашивать о них там в городе это все что могу сказать об этом предатели и сволочи один долг но из многих грустно это признавать ну да у меня было время подумать я понимала сколько я был близок смерти за свои глупости а шелак мы самые собираем пожитки уезжаем ведь с литиной и не собираюсь ждать пока кто-то еще придет за своими деньгами я окажусь такой же куча шелака это и то есть положение нет больше никогда но отлично да мы с вами уезжаем сети на себя здесь становится слишком опасно все значит что тут у нас бочечки есть за хлам какой-нибудь коробочка для протилового заряда тоже пойдет здесь больше ничего у нас получается нету здесь есть тоже никаких заначек не видно а сейчас быстренько капканчики мы снимаем я с собой брал по моему 18 капканов ну как видим осталось не так то и много забираем их замечательные шмоточки вот капкан тут еще надо убрать это мешает надеюсь мы это все сможем унести нашим не было ну тяжелой доспехе кувалт вроде них не было надо уже перегруз все равно есть рукавицы были у них такой перегруз еще ладно с ним кое-как можно в принципе существовать чему тут на силу что-нибудь можем папа отлично шашлычок давай но не сильно нам это помогло 87 еще 7 килограмм лишнего но сейчас капканы с ним туда вообще будет еще больше лишнего пока скорость где почему-то медленно снимает медленности а потому что скорости нет я понял 1 тогда замыкаем сейчас какую-нибудь бочку лишнее там стена входе у нас стоят два железноголовых их тоже можно разобрать но это будет немного попозже я думаю сколько нам надо два косаря 2000 нам нужно до получения уровня возможно сейчас мы безликим сдадим эту всю тему и у нас уровень апнется но это не точно давайте сейчас сначала доспехи вот эти все скидываем довольно тяжелые все остальное попробуем продать продать сколько у нас повисит 162 а было 160 еще чем скину сейчас колючки допустим не тоже много весит все отлично идем значит сейчас этим безликим скажем поводу задание это все расскажем он с этим там они стоят на железноголовые потом разберемся с ними сначала безликим отправляемся а что как-то так без капканов я пробовал меня не получилось их по 800 здоровья у каждого 4 рыло и при том 1 или 2 у них псиона автоматчик там гранаты метает как только у меня щит спадает это все я максимум два хода мой ку пережить их атак так что для меня без капканов не вариант даже одного я не могу разобрать 800 здоровье было у него давайте поговорим сейчас предмет который вы ищите больше нет на литине он находится в руках человека по имени корнел главаря банда кислотных охотников сейчас крайне маловероятно что предмет находится где-нибудь вблизи литиной кажется что без лик не дождал не ожидал такого ответа если ты говоришь правду то у нас нет причин оставаться здесь возьми это знак нашей признательности за твою помощь в этом деле он вручает вам не что нечто похожее на энергетическое ядро вы будете делать теперь вопрос очень простой мы вернем предмет те кто будет препятствовать нам будет нейтрализованы наше дело кончено завершить диалог все квестик мы выполнили безликим помогли по идее теперь в диалоге с базаром у нас будет вариант безликим но типа отпусти базара раз мы тебе помогли вам вернее получили 500 опыта не так много кстати что у нас там на действий другой способ уничтожить зверя или да значит другой способ хорошо другой способ мы сейчас найдем нам этом помогут эти два жизнноголовые которые нам тусуются на проходе мозоли глаза только единственное что мы сначала сейчас сбросим от лут сюда в бочку эту так как с ним падают тяжелые доспехи и это все надо нам даже как-то залутать вести так нет 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 не так через альт наверно да да через альт ядро 97 качество я на вики читал что нам дадут качество 100 ну как видно столом не дали это плащик этому все пока перекидываем сюда потом это все заберем нам пока надо место побольше капканы пожалуй парочку хотя бы точки 3 оставим на всякий случай может там узкий проход где то есть можно будет все это делом устроить им 96 равно много вот это мы скинем гранатку одну закинем все там гранатка не поможет только навесить на 303 это немного что мы можем еще скинуть гексаген давай уже кидай туда грибочки рам пам пам 78 до кстати вот еще курточку это тоже мы выкинем хотя пробовал этих вот товарищей которые мы только что сражались помощь тротилового заряда бахнуть вообще что урон не наносит им копейки все отправляем сейчас должны уровень получить за них по идее сейчас значит восстановим себе заряд на щите способность иметь не буду как раз можно белокацию повесить на одного из наверно самого тяжелого повесим который с пулеметом вот они тут стоят красавцы значит ныкаться будет понятно как она навер особо не поставишь но тут они вроде как бы не видят что мы здесь находимся но проверим а кстати можно просто сделать немножко по-другому так вот уже по идее по диагонали не ходят они проверим сейчас все начинаем бой при медитации биолокация дайте правда надо да что страшного этому сразу накинем охлаждение пусть остынет щитов включаем у нас особо не покоцали сразу не слабо нам щит снес сразу при том но здоровье кстати а нет не того этого сколько здоровья но так принцип дофельгангера почти наверно убьет почти это почти лично но запугал но сам попал в капкан значит теперь железноголовый один тут у нас я думаю она щит еще не вынесет что можно этого немножко побить но этому тоже можно накинуть он особо не дергался не слабо не слабо нам разносит все равно так что мы будем делать пока не еще стоит один ход так пулеметчик туго идет ну-ка мы пойдем к нему поэтому попали не того не того немного захилиться мы можем можем два сюда подачи только отойти как-то надо с ним сейчас разбираться пока еще примитация не восстановилась запугивание мы сейчас можем накинуть сейчас уже сможем лично значит теперь он на 4 хода да да надо с этим разбираться усталость замедление но он сейчас пойдет нам как бы это не очень радует но ни разу не ударил то ладно можно креоста здесь на него кинуть на два хода да давай накинем пускай сидит этот страхи значит его догоняем мы будем дальше угнобить сколько у него 162 на здоровье осталось мы два хода сможем по нему еще пострелять заодно довольно далеко от этого убежим не любит он холод но не любишь нам только на руку лови все значит теперь подальше отойдем лично часам еще одну белокацию запустим тогда все это готово два примитацию и локация лишненько и замедление мы тоже накинем он особо не расслаблялся да только био локация немного него на сколько ходов него на 2 хода до страх когда им накинем их боится ну и замедление тоже можно откинуть личного когда врагов немного мы можно с ними крутить как хотеть но когда их уже больше двух это начинает проблемы вот уровень получили все хорошо давайте еще сохранимся заберем капканы прокачаем уровень тихо 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 только в него не заходи сейчас на уровне кстати прокачаем электронику обязательно и наверное механику тоже бы хотелось железки для ловушек попадаются хорошего качества нам просто на все не хватает очков навыков в первую очередь конечно мы качаем сионику это наш основной хлеб и теперь где утра у нас электроника давать до 60 как минимум давай даже больше немного механику тоже я бы хотел 150 пускаем хакерства но до соточки наверно убеждение и запугивание как обычно мы не качаем значит что тут у нас еще интересного есть взлом замков думаю пригодится имея биология давайте все основной взлом замков закинем умений их нету на этом уровне пойдем посмотрим чем они нам порадовали нас кувалда рук мужчины опа галлический плащ ракушка ну и вот самый тяжелый это вот этот товарищ ну кстати нормально у нас зашло перевеса нету сейчас опять в этот сундук все закинем не в сундук вернее бочку ну и пойдем покажем по поводу какого квеста я имел ввиду что нам нужна электроника 60 это именно самая большая печка тут ловильная самом дальнем части литейки для нужно починить она сломана да мы будем зверя заманивать не броню эту не надо девать мы это все перемещаем сюда сюда а вот псианический наш плащик мы сюда перемещаем все как надо так так 56 килограмм отличненько у нас такой небольшой склад уже собрался идем самый конец литейной по моему когда мы разговаривали с мэром он что упоминал по поводу того что печка там сломанная самая большая это внимание это не на это не обратил но потом на вики почитал оказывается что да можно эту печку которая сломанная починить и использовать туда в качестве приманки а кстати стоп но она потом починим это потом заберу устройство которое в качестве приманки на этом мы уже будем быстрее сделать следующий следующий раз к просто пластик сначала его сделаем здесь находится нпс который нам нужен мужчина работает с гигантской печи он дальше читать и не буду чем ты занимаешься а я бернард тебе нужно что-то конкретное просто болтать не есть несколько вопросов валяй как тебя зовут как продвигается ремонт печи ее зовут глория красивое имя да наконец кто-то согласится но я столько лет уже пытаюсь объяснить людям глория означает слава и у нас со старушкой были славные дни почему ты не может ремонтировать печь какая-то странная проблема с электрика я думаю что точно знаю чем она вызвана чтобы я не делал все уход не так и что еще хуже этот козел сказал что она старая там про мэра когда горе сломалась наш любимый мэр лично отдал распоряжение не заморачиваться с ремонтом какая температура максимальная горе горячая штучка до трех с половиной тысяч градусов по цельсию я сказал самому мэру но мне не верит что на ваш такую температуру поддерживать я тоже говорил с мэром недавно эту тему и могу сказать что я вас понимаю может я помогут ремонтировать печь ты про глорию до было бы клёво но постой зачем тебе это что-то задумал а нам нужно мне чтобы убить большого зверя из шахты о это будет непростая задача послушай если поможешь мне починить глорию она покажет на что способна давай объясню от чего страдает дворе по крайней мере как мне кажется что-то не так системой регулирования мощности электродов которая управляется с этой консоли прежде чем горе не выдержала она начала вытягивать столько мощности системы что это вызвало обесточивание почти половины полетейной я думаю что проблема не в консоли а в самом узле но что я не делаю ничего не выходит давайте взглянем наши 65 электроников это уже точно получится там то есть надо 60 чтобы починить починим сейчас печь ух ты у тебя получилось она жила небольшая неисправность ничего страшного огромное тебе спасибо для этого тебе для тебя это может и был пустяк но для меня это было слишком сложное так рад что она вернулась моя дорогая глория печь готова к работе а не может ожидаться чтобы увидеть горе в деле я тоже не могу сказать по правде я в том что в ней необходимо загрузить немного руды и начать процесс сплавления но уже израсходы большинство наших запасов с тех пор как шахта была закрыта так что скорее всего тебе придется идти в шахту его богатым металлом руда подойдет можешь использовать вагонетки для для доставки помним эти вагонетки прошлый раз где найти горное оборудование как работает вагонетки очень просто сейчас я объясню есть рычаги в шахте которым можно вызвать вагонетку так что можно просто вызвать ее куда угодно и загрузить рудой здесь в печи есть консоль с которым может также вызвать сюда вагонетки сбросить рудок той же консоли можно отправить ее на переплавку так просто что даже курица справится надеемся все отлично насчет загрузки до свидания значит получили косарик опыта это мы еще раньше получили значит квест 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 литейные необходимо загрузить 30 неочищенных хромовых пластин в этом уже штук наверх 15 не добывали прошлый раз еще значит на сегодня пока все следующий раз уже продолжим с этого места да будем еще немного хрома этого материала для печи ну и продолжим управлять квест пока на этом все тем пасе будто смотрел всем пока